Эти штурмовики Су-25, которые находятся в распоряжении Российского авиационного центра в городе Липецк, абсолютно идентичны тем, что стоят на вооружении украинских ВВС. Сейчас я вам представлю пушку, калибр которой 30 мм, двухствольная. Вот перед вами боекомплект этой пушки, которая сейчас вставляется. То есть самолет снаряжается снарядами. Пушка, скорострельность ее более 2000 выстрелов. Стрельба может вестись с дальности от 2 км и до 300 метров, то есть чтобы не попасть в зону разлета собственных осколков. 300 метров ограничивается дальность стрельбы. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушкой, то есть гашетка для стрельбы из пушки. Российские военные согласились провести эксперимент, чтобы выяснить, как будут выглядеть следы от попадания в корпус самолета снарядов авиационной пушки, установленной на Су-25. Вы видите результаты удара, авиационного удара с самолета Су-25 30-мм пушкой. Вот отверстие попадания, вот попадания, вот попадания, вот попадания. На киле три попадания. Также разрушено остекление кабины. Это, это так называемые входные отверстия. Соответственно, если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось при выходе снаряда. Вот видите, выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это что? Это результаты осколков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 с пассажирским воздушным судном. Why did the combat aircraft flow the same airline with the civil aviation and simultaneously and the same flight level? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос. We would like to find the answer for this question.